ребята всем привет меня зовут алексей кононов встречаемся с вами каждую субботу здесь 100 и я рад вас видеть всем привет сделаю фоточку для обложки всем привет кто подключается пожалуйста сразу поставьте от 1 до 10 как меня слышно как видно 10 это хорошо один плохо разомните пальцы поставьте пожалуйста цифру проверка связи нужно настроиться обязательно сначала нужно настроиться напоминаю что мы встречаемся в формате вопрос-ответ я буду в эфире 30 минут вы можете задавать любые вопросы абсолютно спасибо за ваши цифры вижу 10 10 10 так кто тут нас подключается всем привет всем привет славик привет коля привет девятка всем привет так вот вы можете задавать любые вопросы я учусь быть максимально искренне отвечать по делу вообще конечно же максимальная моя экспертность это гимнастика тренировки собственным весом тела общая физическая подготовка как часть гимнастики вот ну и конечно восстановительные тренировки реабилитация потому что травмы это часть спортивной игры вот и у меня есть в наличии и нет несколько таких важных опытов вот так же хочу сказать что вы можете подключиться ко мне зайти прям в гости в эфир разделить экран если есть желание у меня есть наушники я быстро подключу вас и можем пообщаться и в общем рассчитываю на классный разговор не стесняйтесь пишите вопросы пишите их сейчас потому что в эфире буду я буквально 30 минут не ждите пока я замолчу потому что у нас неживой диалог я вас не вижу вот пишите я увижу в ленте и закончу мысль и перейду к вашему вопросу я выпью пока чашечку кофе а вы можете написать свой первый вопрос кто-то пишет что хочет научиться стойки на руках рекомендую зайти на марафон так есть виктория которая отправляет мне запрос на эфир совместный виктория если вы действительно хотите зайти на эфир напишите мне я вас запущу это бывает люди случайно нажимают вот так что делать с локтем теннисиста говорю честно как есть у меня не было такой травмы у меня была травма локтя которая была связана с неправильным движением в гимнастике я делал один элемент вот и немножко не доворачивал кисть из-за того что я ее немножко не доворачивал буквально на несколько градусов я на локоть натыкался дело в том что локоть у нас сгибается и сгибается в одном направлении когда доворачиваешь кисть и задаешь определенную траекторию движения то он сгибается в тот момент когда нужно и движение получается органическим если кисть не доворачивается то на локоть натыкаешься и получается такая травма поэтому проследите что возможно у вас в быту или вашей спортивной деятельности там где есть опора на руку посмотрите попробуйте поиграться с поворотом кисти возможно это как-то вам поможет но именно локоть теннисиста травмы такой проблемы у меня не было поэтому здесь как бы опытом не поделюсь так добрый день раньше была популярна растяжка расслабления сейчас динамическая какой способ растяжки выбираете вы чем отличаются эти подходы классный вопрос спасибо за вопрос я выбираю сейчас две техники помимо обычной растяжки просто ну когда делаешь зарядку если мне нужно реально растянуть мышцу у меня есть сейчас такая мышца над которой я работаю на для того чтобы увеличить ее эластичность я использую два важных инструмента в первое это миофасциальный релиз это раскатывание роллами или мячиками почему это так важно потому что именно фасция 67 процентов отвечает за эластичность мышцы связка там совсем чуть-чуть мышцы вообще это желе а именно оболочка мышцы она как раз за растяжку отвечает и прокатывая эту оболочку эту фасцию мы убираем триггерные точки зажимы и наша мышца хорошо поддается растяжению это первый инструмент который я использую второй важный менее популярный наверное инструмент это пост изометрическая релаксация что это значит это расслабление после напряжения мы привыкли тянуть все время в одну сторону но есть один инструмент есть такие сигнализаторы скажем так в наших мышцах система безопасности 1 одни сигнализаторы они отвечают за то когда мы сильно растягиваем мышцу мышца сильно растягивается включается система безопасности и резко мышцу напрягает чтобы мы не порвали мышцу когда это бывает ну например вы идете и случайно подвернули ногу резко получает организм сигнал что мышца начала резко растягиваться и быстро включает эту мышцу она напрягается и не дает себя как бы травмировать второй сигнализатор такой менее популярны да это есть система безопасности наоборот на сокращение эти рецепторы они стоят в связках наших и они действуют так когда мышца максимально сильно напрягается организм думаешь о сейчас ее заклинит в общем или она так напряжется что оторвется от точек крепления и также расслабляет эту мышцу то есть тут максимально идет сокращение для организма это тоже огромный стресс и он включает систему безопасности и мышца расслабляется вот такие есть механизмы и вот это пост изометрическая релаксация на этом построено что вы растягиваете мышцу потом на 5 секунд сокращаете и потом резко опять растягиваете и это дает очень классный результат реально ну и это можно использовать шпагате это можно использовать просто если вы растягиваете заднюю поверхность бедра потому что сидите целыми днями и у вас мышца ну капец как 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 зажата вот вы сначала еще раз растягиваете мышцу да ну например нужно растянуть грудную мышцу я тяну руку назад упер упираясь примерно примеру в стену до растягиваю максимально потом давлю рукой вовнутрь и напрягая эту мышцу на 5 секунд 5 4 3 2 1 и резко расслабляя и у меня прям грудь проваливается используйте этот инструмент реально круто работает вот это я точно использую в своей своих тренировках дает классный эффект надеюсь ответил на ваш вопрос спасибо за классный вопрос так 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 всем привет алена привет здравствуйте как понять что появился мышечный дисбаланс нужно проходить тесты это важная штуковина классный вопрос опять же спасибо сегодня прям топ вопросы что такое мышечный дисбаланс но это наши перекосы нужно понимать что есть грубо говоря мышцы справа слева да и наш образ жизни иногда делает так что мышцы справа чуть чуть более зажатый короче мышцы слева чуть более длиннее расслаблений и нас начинает перекашивать и соответственно чем больше мы даем нагрузки тем больше эти перекосы могут повлиять на на травму до скажем так поспособствовать этому поэтому эти мышечные дисбалансы нужно подмечать и соответственно может быть также мышцы спереди мышцы сзади до спереди могут быть более зажатый сзади раз и более расслаблены это все меняет нашу анатомию и увеличивает процент риска поэтому эти мышечные дисбалансы нужно выявлять а вы являются они фитнес тестированиями нужно знать об ну амплитуду движения или вообще какие движения по всем суставам даны нам от природы если вы это знаете вы берете фитнес тест проходите его и получаете ответ адекватный да где у вас с какой стороны есть мышечный дисбаланс хочу кстати очень актуальный вопрос потому что я сейчас уже почти месяц мучаюсь над видео с фитнес тестами вот их будет порядка наверно двадцати вот это такой комплексная фитнес тестировать так мы в цирке дюсселей мы постоянно проходили эти фитнес тесты каждые три месяца я решил это внедрить свою жизнь потому что считаю это важная штука которая во-первых предотвращает травмы и ну нужно понимать сейчас нас ограничивают не дают ходить мы дома сидим мы работаем за компьютером то есть ты иногда можешь не осознать о том что твоя форма падает или у тебя появляется мышечный дисбаланс поэтому первое нужно оценивать всегда смотреть свои риски возможно появились слабые стороны чтобы быстро их фиксить и возвращаться к хорошей форме поэтому я сам прохожу каждые три месяца эти фитнес тестирования и вот сейчас сделаю такую как программу до целую она будет вам доступна если захотите пройдете в общем ждите анонса в этом месяце но точно выйдет полная такая программка вот и вы сможете себя протестить ждите смотрите новости в инстаграмке так подскажите пожалуйста с чего начинать растяжку сложно дотянуться в сидящем положении до пальцев ног спасибо возвращаемся к моему первому ответу нужно понимать во первых две вещи первое что за наш за нашу растяжку за нашу гибкость в большей степени отвечают фасции это такие пакетики которые обволакивают нашу мышцу второе то что нужно понимать что эти фасции они как сетка давайте представим ее виде рыболовной сети когда она это рыболовная сеть новая давайте скажем так она хорошо растягивается эти треугольнички там растягивается все круто но если вы ее перепутаете эту сетку то она уже тянутся не будет будут образовываться у узлы по этой сетке и она уже так тянутся не будет вот наша задача первое чтобы эти узлы на наших фасциях на нашей сетке не образовывались что мы можем для этого сделать это тренироваться просто делать зарядку элементарную каждый день пытаться задействовать все наши движения которые даны от природы поднимать полностью руку до например приседать полностью глубоко сгибаться разгибаться чтобы наши мышцы все время растягивались и сокращались да и в этот момент фасция работает и узлы не формируются узлы формируются когда мы долго сидим когда мы не делаем долго движение когда мы замораживаемся да или когда происходят микротравмы но чаще в быту вот от сидячего образа жизни появляются красоты узлы если они уже появляются да и вы знаете что вы уже не гибкие поэтому второй момент используйте миофасциальный релиз прокатывайте себя роллами мячиками демиофасциального релиза кто не знает что это напишите мне я вам скину вид видосик посмотрите вот и это проще говоря это самомассаж который позволяет убрать эти узлы и после того как вы сделали этот самомассаж убрали эти узлы можно уже попробовать потянуться вот но все это работает в одном случае если вы это делаете первое а второе делаете каждый день она не будет работать если вы вы сегодня об этом задумались окей после эфира вдохновлены пошли сделали но потом на три на четыре дня забыли об этом и потом через четыре дня снова сделали нет нужно внедрять привычку ежедневных тренировок и это будет давать результат если вы будете тянуться по чуть-чуть каждый день через месяц уже будет совсем другой результат так что надеюсь ответил на ваш вопрос спасибо тоже классный вопрос что лучше для связок коллаген или можно желатин пить ну я вам скажу так что из своего личного опыта что я для себя использую лучше всего для связок это движение это упражнение это тренировки вот желатин это все она наверное я не использую сразу говорю я не использую возможно она как-то будет помогать но если у вас настроена правильное питание если вы едите хорошие продукты овощи фрукты мясо каши то ну масло до нормальные там добавляете в салаты не едите всякого мусора плюс тренируетесь это уже будет давать вам отличный результат для ваших мышц для ваших связок для вашего тела в целом если вы едите ну плохо скажем так да идите мусор какой-то но при этом пытаетесь как-то еще догоняться какими-то таблетками витаминами то ну возможно это работает но я такую стратегию не применяю я применяю стратегию органического роста органического развития это самое лучшее это отстраивать свои привычки питания улучшать их с каждым днем и есть качественную пищу не есть мусор да и второе двигаться каждый тренироваться каждый день это лучшая профилактика для ваших связок для ваших мышц для вашего тела для вашего мозга для всего здравствуйте надеюсь ответил на ваш вопрос спасибо классный вопрос здравствуйте что посоветуете с поясничным остеохондрозом все так же нужно нужно тренироваться я уже говорил о том что если вы профессиональный спортсмен что это значит это вы выступаете на соревнованиях один раз и тренируетесь каждый день а иногда и два раза в день если вы профессиональный спортсмен и у вас что-то болит вам скорее всего не хватает восстановления вам нужно думать о том как отдохнуть сходить на массаж сходить на какую-то процедуру возможно но если вы не профессиональный спортсмен если вы не тренируетесь два раза в день если вы не не выступаете минимум раз в месяц то скорее всего все ваши проблемы от того что вы мало двигаетесь от того что вы не тренируетесь поэтому нужно тренироваться и важный тот момент с которым и я сталкивался неоднократно но я понимаю как это работает потому что прошел через много травм когда вы доводите себя вы доводите себя до того состояния что болит уже получили травму до какую-то бесконтактную если что-то болит но вы не ударялись это тоже травма но она бесконтактная если вы довели себя до этого вы должны понимать на первое что это ваша ответственность во вторых что из этого положение из этого состояния болезненного путь один через боль да вы уже в находитесь в такой в зоне боли да и чтобы оттуда выйти нужно будет начать двигаться а это больно будет на первых этапах потому что ну вы уже в этой зоне и когда вы начнете двигаться по чуть-чуть через боль под контролем возможно физиотерапевта или сами сделаете себе шкалу боли например я себе делаю до что 10 это капец как больно видите меня к врачу один это вообще нормально вот я тренируюсь до уровня 67 то есть 67 я еще тренируюсь вот но если у меня острые уже боли конечно даю себе отдохнуть не тренируюсь и восстанавливаясь но как только боль опускается до уровня 76 5 я начинаю тренироваться и потихонечку потихонечку восстанавливаюсь и снижает от показатель поэтому путь все равно нужно тренироваться если уже болит и выход будет через боль вот но выход только один через тренировки все обезболивающие они конечно в большей степени будут маскировать ту ситуацию которая с вами случилось но не будут давать результат но вы тоже должны понимать почему это произошло скорее всего у вас от природы были даны какие-то функции например как мой кейс до личный я плохо сейчас могу прогибаться в мостик я стать не могу хотя и раньше мог да но я сейчас совсем плохо прогибать потому что моя спортивная деятельность была направлена на то что у меня работали очень сильно передние мышцы тела задние наоборот не очень да и сейчас прогнуться для меня большой вызов и вот я так как от природы была дана эта функция я в целом привык это делать и жить с этой функцией и вдруг она в какой-то момент исчезает но в моих стереотипах движений в моем дне заложено что я должен в каких-то моментах прогибаться но я потерял я просрал эту функцию вот и соответственно конечно когда я прогибаюсь у меня дискомфорт и это все очень неприятно и самое плохое что можем что и могу я сделать я скажу могу себе сказать все алексей сегодняшнего дня ты не прогибаешься потому что болит самое хорошее что я могу сделать я могу принять это сказать алексей ты просрал функцию прогибаться да давай ее возвращай да будет больно да будет тяжело возможно нужно будет заплатить массажисту физиотерапевту но путь один функцию нужно вернуть потому что она для тебя важна потому что ты ее используешь жизнь если ты хочешь жить полноценной жизнью использовать все функции которые даны от природы давай включайся и возвращай вот так я работаю возможно вам этот пример поможет так в каком курсе вашим больше про растяжку в марафоне шпагат вообще все про растяжку можете заходить буду рад вас видеть с виктория вообще как бы мы методисты виктория мастер спорта моя супруга мастер спорта по художественной гимнастике я как бы в общем по спортивной и но она конечно же лидеры этой этой группы этого марафона главный методист как бы я там помогаю в общем так что да заходите так всем привет светлана светлана мазух хочет добавить начать эфир совместный светлана напишите если вы реально хотите ворваться то напишите да да хочу ворваться с вами в эфир алексей я вас подключу потому что иногда нажимают на эту кнопку и потом отказываться выходите в эфир светлана мазух если хотите реально сейчас разделиться на экран напишите так давайте можно видео для светлана напишите мне в директ после эфира и я вам пришлю пришлю видео по миофасциальному релизу сейчас в эфире конечно прислать не могу но после эфира обязательно пришлю сразу хочу сказать что вы можете писать любые вопросы в директ после этого эфира я отвечаю отвечаю всем но не сразу я выбираю себе четко один час в день для того чтобы по отвечать на ваши вопросы отвечаю не сразу на сто процентов отвечаю поэтому пишите не стесняйтесь так спасибо за вопросы спасибо за обратную связь если грыжи можно ли на валики прокатываться также в каждом эфире рассказывая о том что уже доказано исследованиями то что грыжи и протрузии не являются прямым источником боли грубо говоря по простому они очень переоценены они очень раскручены скажем так но не имеют такой большой такого большого влияния на наше на наше здоровье на наше на здоровье возможно имеют ли они на наши болевые ощущения когда болит спина это комплекс проблем комплекс и один из них одна из из них это может быть грыжа или протрузия но напрямую как нам раньше преподавали и я сам так рассказывал что вылазит грыжа или протрузии она пережимает корешок нерва и короче капец вообще все хана на самом деле уже доказали что это не так ничего она там не пережимает и чаще всего это вопрос мышц мышцы находятся в гипертонусе через мышцы проходят нервные сосуды нервные окончания капилляры сосуды все это зажатыми мышцами пережимается и доставляется дискомфортное ощущение но в целом с грыжами и с протрузиями нужно продолжать тренироваться так же как и без грыж и без протрузии еще одна мысль которую я также нашел в исследования что грыжи и протрузии это как седые волосы на голове как бы но они есть это подтверждает то что мы как бы стареем и у меня тоже они сто процентов есть но это не повод для того чтобы останавливаться и не тренироваться это наоборот сигнал о том что это нужно делать начинать делать прямо сейчас потому что нужно понимать что наши диски где происходят грыжи и протрузии это хрящи которые наху находятся между двух позвонков и у этих дисков нет собственного питания к ним не приходят напрямую капилляры они питаются за счет соседних тканей за счет дисков которые рядом сверху и снизу костей да и за счет мышц чем больше мы будем двигаться тем больше крови будет приходить к нашим дискам к нашему позвоночнику к нашим мышцам и тем больше будет напитывать межпозвоночный диск он будет становиться толще здоровее вот если вы не тренируетесь он усыхает становится тоньше и соответственно вы теряете амор амортизационные функции и соответственно получаете ряд дискомфорта ряд болевых ощущений так что обязательно тренируйтесь так алексей расскажите пожалуйста про программу спича какой формат какой марафоне и по стойке на руках сколько доступны будут материалы так программа спичак первое рекомендую ее проходить после марафона стойка на руках за 21 день это более так продвинутая программа второе это не марафон спичак эта программа вы ее взяли когда вам удобно распаковали и когда удобно тренируетесь доступ навсегда навечно в марафоне доступ ограничен в марафоне я делаю все чтобы вы прошли чтобы вы сделали в сжатые сроки но сделали программа все-таки больше уже для людей которые приняли решение что им хочется этого им не нужна дополнительная мотивация вы как учебное пособие берете и используете столько сколько вам нужно вот доступ не ограничен лайфтайм лайфтайм на действие на ваш вопрос обязательно используйте тренируйтесь добрый день был четыре дня в походе на байдарке процессе первый день почувству процессе не совсем понял концовку вопроса так пожалуйста спасибо за обратную связь о чем речь слушайте лена привет вообще скучаю за тобой ты крутая так сразу после тренировки если понимаешь тренируешься много так тут в общем разбит наверно ваш вопрос что сразу после тренировки не понял короче пишите чуть конкретнее буду отвечать так дискомфорт до похода был достаточно растянут теперь в поясничном отделе сильное закрепощение тянусь но 44 года дается тяжело снова вернуться в прежнюю форму стало сложно я же тоже примерно в скажем так уже в в разряде сеньоры вот у меня 35 плюс возраст и я могу сказать вам что на самом деле если я тренируюсь постоянно я чувствую себя хорошо я достаточно гибкий и сильный и это нормально это понятно да но я чувствую что иногда я начинаю лениться это в большей степени я думаю психологический момент который зависит от образа жизни когда я был профессиональным спортсменом я понимал находил для себя мотивацию тренироваться два раза в день постоянно и чувствовал себя хорошо сейчас ничего не по не поменялось там год раньше год меньше за год конечно я там пипец как не постарел но потерялась мотивация стал тренироваться чуть меньше просто ну и соответственно я потерял в гибкости потерял в силовых качествах плечики чуть-чуть у меня там уменьшились в размерах это это факт да это причинно-следственная связь если хотите быть в форме тренируйтесь если хотите быть более гибким секрета нет никакого вы тоже это прекрасно понимаете возраст преувеличения вы можете найти десяток сотни примеров людей которые там по 80 лет в теннис играют там куда-то там на кольца лезут да или там в горы поднимается вопрос нашего мышления подхода мотивации да и вы прекрасно понимаете сколько бы вам не было если вы будете растягиваться каждый день вы будете гибким человеком если вы будете тренироваться силовые тренировки делать каждый день вы будете сильным человеком и если вы будете бегать каждый день да вы будете очень выносливым человеком ну это так работает это тут секрета никакого нет задача другая как научиться это делать и как искать мотивацию здесь как бы ну мне помогает две вещи две вещи первое это заниматься нужно тем что нравится если вам тренажерку ходить скучно ну про проще говоря да ну долго вы себя не заставить и туда ходить если вам бегать футбол в мини-футбол любительские классно и весело по-детски вы в кайфе от этого и ждете слюни у вас текут от того как вы хотите скорее побегать футбольчик вы будете бегать в него так часто как только сможете ли в моем случае если у меня слюни текут от гимнастики и я прям в дерзком кайфе когда захожу в зал и там что-то делаю то конечно я буду ей заниматься вот это первое найдите то что вам нравится и это может меняться тоже это круто но если не нравится не заходит определенный вид любительского спорта или фитнеса не останавливайтесь смените просто и все а второе то что имейте всегда в запасе джокер это задачу минимум потому что в любом случае будут дни когда будет пруха и никогда будет непруха вот когда пруха легко тренироваться и отдаваться по полной но когда не пруха нужно иметь всегда джокер эта задача минимум в моем случае задача минимум если у меня запланирована утренняя зарядка и в ней в этом цикле в этом месте я запланировал бегать то задача минимум хотя бы одеть треники кроссы, выйти на улицу пусть это будет прогулка минимальная на 5-10 минут просто выйти из дома, но я уже поставлю себе галочку дан, я выполнил у меня эта галочка это ощущение того, что я последовательный она даст мне энергии и сил сделать следующую тренировку, она поддержит привычку ежедневных тренировок, даст свой микроэффект это не ноль уже это уже не ноль, это уже микроэффект есть и соответственно на выходе, когда я пройду полный цикл и в этом цикле в месяц, к примеру я сделал 30 зарядок какие-то были хуже, какие-то лучше, но я их сделал 30 среднего качества да, среднего качества 30 зарядок эффект будет бешеный если я сделаю 10 или 15 офигенительных уже эффект будет не такой, да но возможно это будет 10-15 офигенительных но я вижу стратегию лучше сделать 30 но среднего качества но постоянно и вот этот джокер задача минимум мне очень хорошо помогает так надеюсь ответил на ваши вопросы спасибо друзья за обратную связь буду заканчивать пробыл с вами в эфире 30 минут благодарю вас что вы пришли на эфир благодарю вас за крутейшие вопросы сегодня был мне кажется плотный мощный такой интересный эфир мне интересно было очень с вами надеюсь и вам было со мной тоже интересно если остались вопросы напоминаю пишите в директ не стесняйтесь отвечаю не сразу но 100% отвечаю хотите присоединиться к марафону к марафону стойка на руках красивая осанка шпагат врывайтесь это крутой движ реально не пожалеете будете максимально довольны будем веселиться от души ну и в общем встречаемся с вами через неделю в субботу в 10.00 по киевскому времени продолжаем наш диалог кто болельщик футбола сегодня болеем все за сборную вот смотрим евро ну и хороших вам выходных друзья увидимся пока 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 Продолжение следует...